МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ21+, программа новости. Меня зовут Ольга Володина, и мы начинаем. 23 года прошло со дня трагедии на подводной лодке «Курск». По главной версии, на борту взорвалась торпеда. Однако подробности и причины происшествия до сих пор неизвестны. Каждый год в этот день люди несут цветы к берегу Баренцева моря, к рубке Курска, установленной в Мурманске. Мы же отправились в Ведяево, поселок, где базировался подводный крейсер. Сколько это может продолжаться? Они за 50-70 долларов там закрыты сейчас крейсерные банки у нас. Зачем я его растила? Скажите, у вас есть деньги? Эти кадры со встречи родственников экипажа подлодки «Курск» с вице-премьером Ильей Клебановым позже стали частью многих фильмов о трагедии. Волю чувством дала мама старшего лейтенанта Сергея Тылика Надежда. Спустя 23 года, в день гибели подлодки, в Ведяево приехала его сестра Екатерина. Сергея она помнит 25-летним парнем, у которого только началась жизнь. Пошла карьера и родилась дочка. Говорить о нем на камеру Екатерине трудно. Ее поддерживает учительница брата. Брат ее был. Необыкновенный человек. Бывают солнечные дети. Это был солнечный ребенок. Помнишь, как он терминал? Э-э-э-э! Как у него такой жест был красивый, да, помнишь? Он умел расставить приоритеты. Даже был такой случай, когда он влюбился. С девочкой я стала встречаться, это повлияло на его учебу. Расстался с девочкой. Понимаете, рано учебу. Потому что нужна была учеба, да. Была мечта, была мечта быть подводником. Курск отрывался очень сильно. 10 августа 2000 года Курск вышел из губы «Западное лицо» на учение. 11 августа в полдень экипаж успешно выполнил стрельбу и ушел на глубину. 12 августа гидроакустика Петра Великого зафиксировала звук, предположительно подводный взрыв. Время было 11.28. По официальной версии на борту взорвалась торпеда, которая спровоцировала детонирование боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки погибли. Это очень больно и тяжело. И на нашей семье, на моей семье сказалось. Мы как раз, по сути, только поженились с моей супругой. Я просто помню эти моменты до сих пор в деталях и в мелочах. Все эти дни, когда мы ждали чуда, ждали спасения и когда его не случилось. Каждый год весь поселок приходит почтить память моряков. Трагедия отзывается в сердце буквально у каждого. Моего мужа на смене, там тоже парень был, он так хотел устроиться на лодку, пойти служить. И это был его первый поход. И вот он чем закончился. Беда большая, большая беда для всех. Возложение цветов к мемориалу и гранитным плитам с именами каждого погибшего подводника – традиция, которую соблюли и в этом году. Лада Егорова, Максим Чинкин, ТВ21+. За три года число посетителей музеев региона выросло в два с половиной раза. На оперативном совещании в правительстве Тимур Давлетшин, исполняющий обязанности министра культуры, отметил наиболее значимые выставочные проекты учреждений в этом году. В их число вошли выставка «Рафаэль-версии», проекты из собрания Московского мультимедиа-арт-музея, Государственного русского музея, Санкт-Петербурга и Ярославского художественного музея. До конца этого года в областном центре организуют еще три выставки из собрания Третьяковской галереи. Муниципальные учреждения также активно задействованы. Сегодня работают 26 передвижных экспозиций на 35 площадках. В областном краеведческом музее продолжает работу, открывшуюся в мае, выставка «Последние намады Северной Европы», которая представляет саамские коллекции из собрания Российского этнографического музея. В сентябре этого года откроют еще шесть новых молодежных пространств в Сопке. Их оборудуют в Заозерске, Гаджиеве, Полярном, Никеле, Заполярном и Мурманске. Таким образом, они появятся практически во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко. Всего за два года на Кольском Севере обустроили 20 сопок. Помещения разделены на зоны для развития, встреч и семинаров. Центры оснащены настольными играми, литературой и техникой для звукозаписи или презентаций. Кроме этого, на оперативном совещании подвели итоги работы регионального комитета по молодежной политике. За первые полугодия 2023-го в ряде ярких событий приняли участие почти 20 тысяч молодых северян. В числе главных мероприятий региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна», «Молодежный движ 2023», «Арктический диалог», «Клуб молодых предпринимателей» и «День молодежи». Все праздники проведены в рамках стратегического плана «На севере жить». Одно из мероприятий «План на севере жить» – это участие представителей молодежи Мурманской области в мероприятиях «Хардкластера Таврида». Действительно, это мероприятие очень важное, оно связано с активным развитием и продвижением молодых людей, которые видят себя в развитии искусства, танцев, пения. Турмаршруты с использованием авиации и судов планируют запустить по арктическим особо охраняемым природным территориям. Идея принадлежит Минприроды России. Предполагается, что так путешественники смогут посетить больше уникальных мест. Причем заповедники, парки и заказники станут доступнее для всех групп населения. А использование авиационной и судовой логистики позволит создать новые виды услуг на таких территориях. Инициативу уже прорабатывает Росзаповедцентр. Специалисты актуализируют точки для посадки и высадки круизных туристов. Напомним, Мурманской области три природных парка и девять заказников. Более 30 кубов плодородного грунта, 20 килограммов семян, лопаты, грабли и настроения. Это все понадобилось неравнодушным сотрудникам Кольской ГМК, чтобы заняться озеленением промышленной территории. Идею поддержали в Управлении экологической безопасности компании. На зеленый субботник вышли сотрудники аппарата управления генерального директора Кольской ГМК. Из окон их кабинетов хорошо видна площадка, которая находится за зданием главного управления. Резервуар для хранения промышленных отходов, на котором изображен северный лес и огромная, как ее называют работники, клумба. С фасадной части, как могли заметить, у нас все хорошо с благоустройством. Обычно все про дворовую часть забывают. Мы вот решили заняться этим, исправить эту ситуацию и провести работу по благоустройству. Посмотрели по опыту, как у нас цветет трава, когда мы въезжаем на промплощадку. И наша инициативная группа из работников аппарата генерального директора. Просто мы все собрались и подумали, что в пятницу в обеденное время мы пойдем, поравняем землю, уберем большие камни и посадим там траву. Мероприятие по озеленению территории и восстановлению почв – это часть задач соответствующих стратегий Норникеля в области экологии и изменения климата. В то же время это еще и забота о работниках. Островки зелени на промплощадке вдохновляют, поднимают настроение. Благодаря природе мы живем, благодаря ей мы дышим. Во-вторых, Кольская компания – это социально ориентированная компания. И те приоритеты, которые расставлены даже с точки зрения экологических вопросов, это на самом деле сейчас очень актуально. Все вышли по желанию. Здесь никто никого не заставлял. И я так же случайно об этом узнал и не смог удержаться и присоединился. То есть здесь как-то так, в такой дружеской, теплой атмосфере. Все это рождалось и так оно и происходит. Коллектив уверен, семена взойдут. Спецтехника привезла добротную, хорошо удобренную почву, а день посадки был спланирован, опираясь на прогноз погоды. Накануне дождя, который завтра состоится, произведем посев. Семена специально используем не какие-то там особенные, там канадскую траву, а именно народоустойчивую траву, которая применительна для наших регионов севера. Результаты своих трудов, первые всходы сотрудники компании надеются увидеть уже в этом году. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Манчегорск. Любовь к здоровому образу жизни молодому поколению прививали сотрудники полиции. В рамках Дня физкультурника школе номер 58 прошла всероссийская акция «Зарядка со стражами порядка». Ребята показали основные приемы самообороны и напомнили о том, что нужно быть осторожнее не только в оффлайн-мире, но и в интернете. Внимание! Прием! Самое главное запустение атаки! Удар! Руку за голову! Слабить лево, вперед! Сначала разминка, потом приемы самообороны. Сотрудники полиции в непривычном для себя амплуа учителей. Они показывают школьникам, как защититься от удара в голову, атаки ножом и нападений за спины. Сотрудники полиции принимают активное участие в жизни оздоровительных лагерей на территории города Мурманска. Конкретно я закреплен за данным лагерем. Каждый день его проверяем, чтобы дети у нас были всегда в безопасности. Полицейские поговорили с ребятами о телефонном мошенничестве и экстремизме. Призвали молодежь быть аккуратнее в социальных сетях, ни в коем случае не передавать личные данные незнакомым людям. Мы со стороны госавтоинспекции хотели бы напомнить детям и взрослым о правилах поведения дорожного движения, так как у нас в этом году намечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Акция «Зарядка со стражами порядка» проходит по всей стране. Ее цель – показать роль спорта и здорового образа жизни в воспитании детей и молодежи на примерах спортсменов-полицейских. Александра Пескова, Борис Савельев, ТВ21+. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем ютуб-канале. Телефон редакции – 400-870. Присылайте ваши новости в Вайбер и Ватсап и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня в Кандалакше плюс 17, плюс 19 – дождь. В Омбе также возможны осадки до плюс 21. В полярных зорях дождливо до плюс 19. В Апатитах переменная облачность, возможны осадки. В Кировске около 17 градусов со знаком плюс – дождь. В Кавдоре также дождливо – плюс 16, плюс 18. В Манчегорске до плюс 19 – осадки. В Лавозере переменная облачность, плюс 20, плюс 22. Дождливо будет и в Оленигорске около 18 градусов со знаком плюс. В Никеле до плюс 23 – осадки. В Заполярном также возможны осадки до плюс 22. В Североморске дождливо – плюс 19, плюс 21. В столице Заполярья до плюс 21 – дождь. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин